Легендарный фирменный поезд «Красная стрела» отмечает юбилей. Вот уже 85 лет он курсирует между российскими столицами. И сейчас к нам присоединяется Стас Натанзон. Он находится на Ленинградском вокзале. Стас, добрый вечер. Сегодня, как я понимаю, в очень торжественной обстановке отправляется «Красная стрела». Расскажи, как на все это реагируют пассажиры. Вообще, ждем подробностей. Здравствуйте, Марат. Ну вот сейчас уже перроны Ленинградского вокзала живут своей обычной ежедневной суетой. Кто-то отправляется в Санкт-Петербург, в другие города. Но еще буквально час назад здесь были дамы в Монтое, знаете, с такими кожаными чемоданами, которые сейчас только разве что в фильмах увидишь. Играл джаз, кто-то танцевал фокстрот. В общем, такое ощущение, что вокзал перенесся на 80 лет назад, в тот день, 10 июня 1931 года, когда отсюда отправлялась первая «Красная стрела». Поезд, правда, тогда был синим, в красный цвет его перекрасили лишь в 1962 году, но название «Красный» получил с самого начала. Тогда первыми пассажирами были и чиновники, и видные партийные деятели, много знаменитостей, много иностранцев. Не случайно на поезде «Красная стрела» сразу писали и на русском, и на английском языке. Но и до сих пор этот поезд пользуется огромной популярностью, несмотря на наличие самолетов Сапсана, который за 3,5 часа может донести в Санкт-Петербург пассажиры. Все равно 200 тысяч человек ежегодно отправляются, ездят именно этим легендарным составом. Много среди них, как я сказал, до сих пор знаменитостей. Ну, например, директор Эрмитажа Михаил Петровский регулярно именно на Сапсане ездит из Петербурга в Москву и обратно. Вот что он нам рассказывал. Я всю жизнь пользовался «Красной стрелой». Я знаю, что мой отец все время ездил на «Красной стреле» в Москву, он все время в Москву ездил. И я с самых молодых лет на «Красной стреле» ездил. Для меня это важная часть моей биографии, как и всех, кто живет в Петербурге. Это символ петербургской культуры и истории. Это всегда место знакомое и уютное, это знакомые начальники поездов, это знакомые условия, хотя они менялись за то время, пока я существую, живу. «Красная стрела» менялась, она всегда осталась тем, что она есть символом Петербурга, петербургской культуры. Конечно, ездили на этом поезде, ездила верхушка Политбюро в одном из вагонов, даже специально было зарезервировано одно купе, которое невозможно было купить, только в экстренном порядке в него подсаживали высокопоставленных пассажиров. Много звезд на этом поезде ездят, о нем сочинено много фильмов, то есть он часто появляется в фильмах, сочинено много песен. Например, Эдита Пьеха пела о «Красной стреле», ну и сама часто на нем ездит, потом ездили и ее дети, и сейчас вот внук Стас Пьеха тоже частый, говорят, пассажир. Этот поезд выбирают прежде всего за комфорт. Здесь 8 ВИП-купе, даже не купе, а можно сказать апартаментов с отдельной душевой, с просторной комнатой. Вагоны СВ, они впервые появились в Советском Союзе именно на «Красной стреле». И вот это качество федеральная пассажирская компания очень хочет сохранить, и у нее это получается. Давайте послушаем. Самый удобный и самый быстрый – это не всегда одно и то же. Поэтому у каждого поезда есть свой пассажир, у каждого вида транспорта есть свой пассажир. И нет сомнения, что люди будут продолжать ездить и на машине, летать самолетом. Но и у «Красной стрелы», за 85 лет доказавший уровень качества этого поезда, всегда найдется свой пассажир. Что в «Красной стреле» точно улучшать не будут – это время в пути. И 8 часов оно сейчас составляет, чтобы люди успели просто выспаться в дороге. Поезд выехал примерно час назад, и можно быть уверенным, что в 7.55 он прибудет в Санкт-Петербург. Марат. Спасибо, Стас Натанзон рассказал о юбиляре. А юбиляр сегодня – поезд «Красная стрела». А юбиляр сегодня – поезд «Красная стрелы».